Музыка Обязательно мы сыграем несколько фирменных, узоровских сочинений, прозвучат наши фирменные жилейки, без них никак, обязательно. Мы постараемся, в принципе, ставить праздничное, хорошее, боевое настроение, недолго, в одно деление, вкусное, весело. Сегодня двойной праздник – День музыки и День пожилого человека, который в этом году проходит в 30-й раз. Примечательно, что отмечать его начали после появления постановления о проблемах пожилых людей Президиума Верховного Совета. На сцене Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии. В этом году коллективу исполнится ровно 50 лет. Музыка Оркестр, ну, как принято, говорит, уникальный, но все коллективы уникальны. Вот, но никакого стеснения в нашей уникальности нет. Во-первых, в марке солистов каждый член коллектива так или иначе может сыграть в какой-либо из программ, в какой-либо соло. И, помимо этого, мы свято храним, бережем традиции исполнения русских народных духовных инструментов. Уникальность русских узоров в том, что исполнители, наряду с обычными народными инструментами, домрой, балалайкой, баяном, играют на аутентичных жалейках, рожках, трещотках, ложках и других. Музыканты не только играют, а еще поют и танцуют. Как известно, музыка благотворно влияет на здоровье и психику человека. Размеренная спокойная мелодия вызывает положительные эмоции и выводит из депрессии. Ритмичная – повышает настроение и работоспособность. Еще Пифагор считал, что звуковые волны входят в резонанс колебаниями внутренних органов и лечат их, что особенно сейчас актуально как для молодых, так и для людей преклонного возраста. Сегодня из-за ограничений на концерте было немного зрителей, но точно можно сказать, что праздник удался. Очень хороший, побольше старинных песен. И сейчас были спеты такие песни. Это просто хочется вот даже нам, пожилым, танцевать. Первый день октября выдался насыщенным и интересным. Сразу два праздника, которые так удачно и гармонично сочетаются друг с другом. Кристина Кристинина, Антон Орловский, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.